Господь, слава Тебе и благодарность за то, что мы можем быть на этом месте, Господь, за то, что мы можем прославлять Тебя, славить нашего Агнца, который умер за нас, который отдал свою жизнь для того, чтобы мы жили. Господь, благослови нас сейчас в изучении Твоего Слова, Господь, чтобы это было полезно для нашей жизни пред Тобою, Христос. И пусть, Господь, Твое Слово, оно ободрит нас, пусть Твое Слово, оно вдохновит нас и дарует нам силы для того, чтобы жить во славу Тебя, Христос. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Я не знаю, было ли это специально так сделано, что мы такую песню сейчас спели без музыки, но сегодня проповедь про Гедеона, и, наверное, все, когда вспоминают Гедеона, то вспоминают, как они там вместе прокричали, и кричали вместе они «Меч Господа и Гедеона». Ну и там произошло то событие, о котором мы еще будем сейчас с вами вместе смотреть и читать. И я подумал, нас здесь даже больше, чем людей было с Гедеоном. С ним было всего лишь 300 человек, нас здесь около 500 человек, нас здесь больше с вами в зале, чем было людей с Гедеоном. Ну, по порядку. Итак, книга «Судей», 6 глава. Мы с вами проходим книгу «Судей», изучаем ее, и один за другим у нас проходят судьи, а ситуация в Израиле в сущности не меняется. Как начинается с первой главы, которая начинается с того, что люди отступили от Бога, люди не поклоняются живому Богу, а находятся во грехах, в поклонении другим богам. Они следуют за другими народами и делают так же, как они. Перенимают разные обряды, верят в разных башков, пытаются как-то их ублажать, этих башков, чтобы они как бы благословили их. И вот очередная глава и очередное падение Израиля. И мы с вами читаем книгу «Судей», 6 глава, 1-10 стихов. «Сыны Израилевы стали опять делать зло пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадянитян на семь лет. Тяжела была рука мадянитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадянитян ущелье в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадянитяне и амеликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израиля ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своими и шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча, им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадянитян. И возопили сына Израилевы Господу, и когда возопили сына Израилевы Господу на мадянитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им, «Так говорит Господь, Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам, я Господь, Бог ваш, не чтите богов амарийских в земле, которых вы живете, но вы не послушали глаза моего». Итак, вновь мы видим, что народ израильский отступает от Бога, и здесь вновь прямая параллель. «Непослушание, делание зла ведет к наказанию, которое Бог в этот раз дает Израилю через этот народ мадянитян». Это было тяжелое время для Израиля. Мы считаем, что они много страдали, им даже приходилось прятаться, как написано, в ущельях и пещерах. Посевы, которые делал Израиль, Израиль, как вы знаете, это такая, ну, в целом пустыня, и даже для того, чтобы были более хорошие пастбища, где потом пасти овец, волов, нужно было засаживать семенами, чтобы была более хорошая трава. И вот эти народы, они приходили на эти пастбища и просто прогоняли оттуда израильтян с их стадами, и сами там находились, кормили своих животных. Соответственно, Израиль от этого очень сильно страдал, потому что им негде было пасти своих животных. Израиль вопит к Богу, и Бог слышит их и посылает им пророка. Что делает пророк? Что обычно делают пророки? Знаете, некоторые люди думают и говорят о том, что пророк – это вот, который должен прийти и что-то новенькое сказать. Вот того, что вот не слышали мы, и вот сейчас услышим, мы начнем делать то, что он сказал, такое некоторое откровение, которого нам просто не хватало в жизни для того, чтобы правильно поступать. Но что мы видим и слышим, что здесь говорит пророк? Он говорит Израилю то же самое, что много раз уже слышал Израиль. Он говорит, «Я Господь, Бог ваш, не чтите богов амарейских, но служите мне, почитайте меня, поклоняйтесь мне». И это неудивительно. Неудивительно, что пророк сказал именно это слово, потому что призвание пророков поразглашать Божью волю. И Божья воля не изменилась в отношении того, кому нужно поклоняться. Вы знаете, кто-то, может, там расстроился среди народа израильского. Даже мы можем иногда расстраиваться и сказать, «Ну, ничего нового, ну, ничего нового он не сказал, и что? Можно дальше жить так, как жили, или стоит прислушаться и поменять что-то в своей жизни?» Но для истины не требуются новизны. Истина не перестает быть истиной, если там нет ничего нового, потому что она фундаментальна, она не меняется из поколения в поколение. Мы, как люди, часто ищем каких-то новых откровений. И вместо того, чтобы исполнять то, что уже ясно сказано, ясно написано нам в Божьем Слове, мы часто ждем какой-то информации, которая кажется, что вот пришла бы и просто изменила бы нашу жизнь. Вы знаете, наверное, не случайно у нас даже много сказок с этим связано, где люди ищут и потом вдруг находят какую-то палочку-вручалочку, которая им помогает. Или вдруг поймал кто-то, как Емеля, щуку. Или, может быть, ждем поклевки золотой рыбки, которая явится и решит наши проблемы, решит наши сложности, трудности. В общем, ждем некоторого такого чуда или нового откровенница. И, знаете, мы часто можем даже так сказать, что, вы знаете, вот в моей жизни не работает то, что раньше работало. Вот молитва не работает, читаю Библию не работает, общаюсь с верующими другими, и ничто меня не назидает, не наставляет. То есть кажется, что Божий инструмент, они потеряли свою силу, и они бездейственны. Знаете, друзья, может быть такое. Может быть такое, что ты молишься вроде бы, читаешь, общаешься с верующими, а ничего не происходит. И, скорее всего, это происходит из-за того, что есть что-то в нашей жизни, в чем мы не раскаялись. Есть что-то, что мешает работе Божией, потому что Бог желает менять наш характер. Бог желает, чтобы в нас происходили перемены. Это точно. Он точно этого желает. Но, может быть, что-то незаметно вкралось в наш характер. Может быть, какая-то гордынька или самоправедность, ложная святость, ложная скромность, ложное смирение. Может быть, то, что имеет вид какого-то благочестия, такого что-то доброго, но на самом деле внутри нас – это настоящий грех. И что делать? Тут нужны Божьи инструменты. Как тогда были Израилю, нужны Божьи инструменты для того, чтобы вновь услышать Божье слово от пророка и изменить свою жизнь, встать на правильный путь. Нам также нужны эти Божьи инструменты. Только нужно их уже более усердно, с большим усердием, с большей силой начать применять. Может быть, даже нужен какой-то человек со стороны, как вот к ним тогда пришел пророк и провозгласил. Порой нам тоже нужен человек со стороны, который с нами прошел бы некоторый путь. Вместе с нами, поддерживая нас, помогал нам молиться, помогал нам читать Божье слово, понимать его. Вы знаете, это удивительная штука, которая бывает происходит. Бывают люди, которые были пасторами или были такими людьми, которые казалось, что все, он просто столб и оплод веры, и он точно, наверное, будет Божьим служителем. Но после того, как человек падает, как будто, знаете, просто стерли ему память. Какой-то, знаете, штукой как будто раз и все, и он не понимает простых истин. Знаете, это можно сравнить, наверное, с физическими тренировками. Но когда мы съели пару лишних калорий или пропустили один день тренировок, то, в принципе, это не так сложно наверстать. Но если мы не тренировались годами и уже килограммы появились, то уже сложно. И порой даже сложно начать. И часто люди даже берут тренера для того, чтобы как-то начать, чтобы кто-то прошел с нами этот путь, помог нам восстановиться для того, чтобы дальше мы могли уже действовать сами. Для того, чтобы начать делать зарядку, для того, чтобы посещать фитнес-клуб или просто с кем-то созвониться для того, чтобы вместе бегать по утрам, для того, чтобы была какая-то поддержка, кто-то был рядом. То же самое и в духовных тренировках. Если мы духовно слабели, если мы имеем грех как привычку, то нужно приложить уже больше усилия, больше старания. Возможно, нужна уже не просто молитва, нужен пост и молитва для того, чтобы постоянно напоминать себе через желудок о том, что мне нужно молиться, потому что я духовно слаб. Итак, пророк провозглашает Израилю, что нужно не просто знать то, что вы знали и слышали, но нужно это исполнять, нужно это применять. Итак, подводя итог тому контексту, в котором находится все общество Израиля, мы видим то, что отцы, дети, семьи отступили от Бога. Они находятся в противостоянии Богу, находятся не с Богом, а они против Него. И вот в это непростое, в это темное время, безверие, Бог особым образом обращается к человеку и призывает его. Призывает его стать на борьбу с этим грехом. Призывает его стать тем человеком, который встанет во главе, который поведет народ, который, наконец-то, начнет бороться с этим грехом. Потому что тут ясно написано в Божьем Слове, что этот народ, мадинитяне, были направлены на Израиль из-за греха. Это показатель того, что вот эта атака происходит, потому что есть грех в народе израильском. Итак, давайте сейчас посмотрим, как происходит Божье призвание. Как Бог призывает людей на служение. Кто же эти супергерои? Как они отвечают, как они реагируют на Божий призыв, когда Бог зовет их? Посмотрите с 11 стиха 6 главы. «И пришел ангел Господень и сел в офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от мадинитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобой, муж сильный. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадинитян. И первое, что мы здесь видим, чем занимается наш будущий великий полководец, будущий герой веры, воин Гедеон? Наверное, мы ожидали, что он занимается тренировкой или точит свой меч, чем-то таким воинственным. Но нет, мы считаем, что он занимается тем, что выколащивает пшеницу. Он и все его семейство были земледельцами. Они выращивали пшеницу. И вот в данный момент он готовит пшеницу для того, чтобы потом производить муку, делать хлеб. И для нас это довольно свойственно, когда... Хотя, вот смотрите, идет, можно сказать, война. Есть такое военное положение, когда притесняется народ израильский. Но народ израильский не противостоит этому. Не задумались о том, что, а может быть, у нас что-то в жизни неправильно, почему нас Бог наказывает. Потому что они обвиняют Бога. Мы здесь видим, что он обвиняет Бога, говорит то, что, ну вот, Бог не благоволит к нам. Он нас наказывает. Где его дела? И вот народ находится в этом положении. Но они не меняют ничего. Готовы дальше терпеть. Готовы где-то прятаться. Готовы дальше удовлетворять какие-то свои насущные нужды. Для того, чтобы физически иметь подкрепление, для того, чтобы как-то их бизнес двигался, для того, чтобы продавать муку, пшеницу, продавать хлеб. Но при этом не думают о том, что есть потребности души, о которых они уже давно совсем забыли, на которые они не обращают внимания и продолжают жить в этой круговерте среди этих народов, которые не поклоняются Богу жилом, а поклоняются другим богам. Здесь Бог обращается лично к Гедеону, разговаривает с ним лично, и Бог говорит ему не про весь народ, но говорит именно с Гедеоном. И Он говорит ему, Господь с тобой. Не Господь с вами, но Господь с тобой. И в ответ от Гедеона мы слышим совершенно ответ другой, не на то утверждение, которое говорил ему Господь. Он спрашивает, где же с нами Бог-то? Где Он с нами? И вы знаете, вот здесь вот происходит ответ, который очень свойственно нам с вами тоже. Часто свойственно, может быть, не всем. Здесь происходит размывание ответственности, уход от личной ответственности, прикрытие себя другими людьми, вещами, словами, фактами. И Гедеон не про себя лично говорит, то, что Бог со мной или Он не со мной. Он начинает говорить, а где Бог? Он не с нами. При чем здесь я? Вот мы все наблюдаем, видим то, что ситуация плохая, Бог не с нами, нету благословений. Когда мы слышим обращение к нам лично, обращение Божьего Слова, то нам стоит его воспринять и лично в Него взглянуть, как в зеркало посмотреть, посмотреть внимательно, что оно говорит ко мне. Вспомните, когда Иисус Христос обращается к Петру, Он задает ему личный прямой вопрос, который Он сегодня задает и нам с вами. «Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня?» И нам свойственно смотреть вокруг и говорить, а что Он, Господи? А Он что? А вот я вроде даже лучше, чем тот человек, который сидит со мной в церкви каждое воскресенье. Я еще потому что на молитвенное собрание в среду хожу раз в месяц. Или еще что-то. Мы часто готовы к тому, чтобы обращать внимание на другого и говорить, а что Он? Ответ Христа на это для каждого из нас, для меня. Тебе что до этого? Ты следуй за мной. К тебе звучит личное слово. Ты следуй за мной. Здесь Бог обращается к Едиону и говорит, твой руководитель, твой Господин, твой Господь с тобой. Да, Господь со всей церковью. Но услышь, Господь с тобой. У нас даже пословица такая есть. Ничего не знаю, моя хата с краю. Я здесь ни при чем, но есть другие же люди. Может быть, они ответят на твой вопрос. Со мной Господь или нет? В итоге мы видим, что Едион оканчивает свою речь тем, что он просто обвиняет Бога в том, что это Бог виноват, что у них проблемы. У них проблемы. Им приходится прятаться. Им приходится уходить с тех мест, где они что-то засадили. Я, кстати, на работе часто встречаю такой факт, возможно, вы тоже с ним встречались, когда люди только вот и ждут, чтобы уйти от ответственности. Только вот зацепиться за то, что вот, а, это, оказывается, не моя была вот задача, а вот этого человека. Фух, он виноват. Люди стремятся найти виноватого вместо того, чтобы делать дело, которое вот, ну, лишнее, казалось бы. Ну, помог ты кому-то. Ну, здорово, что помог, кажется, да? Ну, нет. Так, а это не моя ответственность. Все, делай ты. Люди часто, знаете, вот подходят кто-то с каким-то вопросом, а видно по глазам людей, что они вот отсутствуют. Им не хочется даже понимать этот вопрос, что у них спрашивают. Потому что у них нет никакого желания понимать или помогать этому человеку. Они даже не желают вникнуть в суть проблемы. Дальше читаем. 14 стих. Господь, воздрев на него, сказал, «Иди с этой силою твоей и спаси Израиля от руки Мадянитян. Я посылаю тебя». Где он сказал ему, Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Монасимом самое бедное. И я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь, я буду с тобой. И ты поразишь Мадянитян как одного человека. Здесь Бог обращается дважды к Гедеону и говорит о силе. Бог называет его сильным мужчиной и говорит о том, чтобы он шел со своей силой и спас Израиля. Что отвечает Гедеон? Каким мы видим Божьего избранника здесь? Гедеон отвечает, «Господь, Ты, похоже, ошибся с выбором. Я не подхожу для Тебя. Я из колена Монасимого. Это не самое большое колено, не самое такое могучее. Да и племя мое самое бедное в этом колене. И вообще, Господь, это неудачный выбор выбрать меня, потому что у меня есть еще братья, а я самый младший в семье». Знаете, вот того Гедеона, которого мы здесь видим, он совсем не похож на актера Кирка Дугласа, который снимался в фильме «Восстание Спартака», и который мог смело заявить, что я Спартак, и готов был повести за собой людей. Наш герой, Гедеон, совсем другой. Кажется, ну как так? Это же Божье призвание. Тот, кого он избрал, кого он желает использовать для каких-то своих целей. И мы встречаем такого человека. В чем же сила мужчины? В чем сила мужчины крепкого Гедеона? Мужчины, в чем наша с вами сила? Мы призваны быть сильными, но сила наша не в мускулах, не в связях, не в деньгах. Но здесь есть ответ, в чем сила. Сила наша в Боге. Если Господь с нами, если Бог за нас, то кто против нас? Смотрите, что Бог отвечает Гедеону. Он не говорит ему, да нет, ну ты сильный, посмотри, какие точилы ты можешь поднимать, как ты здесь можешь молоть муку. Ты сильный, Гедеон. Нет, Бог не так ему отвечает и говорит. Он говорит, я буду с тобой. Я готов тебя вести к победам, а тебя нужно лишь послушание, чтобы ты пошел. Давайте вспомним, как Бог задумал роли, как Бог задумал иерархию или структуру подчинения. Бог поставил родителей над детьми. Бог задумал так, что глава жены будет муж, а мужа глава Христос. Итак, если Христос будет главой нашей, тогда мы будем иметь силу. У меня трое маленьких детей. И для меня вот эта история силы видна через послушание следующим образом. Когда я говорю своему ребенку, ну давай, иди, делай шаги, у тебя получится, я тебя подержу, я с тобой. Если он доверяется и идет, может быть даже у него сразу не получается, может быть он наступается, падает, но я его поддерживаю. Я иду с ним рядом, я помогаю ему. То есть, с одной стороны, мы здесь понимаем, что это вопрос доверия. Верю ли я Богу, доверяю ли я Ему, что Бог будет давать мне силу, Бог будет вести меня. С другой стороны, это послушание, подчинение. Когда я говорю своему сыну, ну, допустим, говорю своему сыну, не прыгай, это опасно. Ты можешь упасть. Или не ходи там, там скользко. Вот тут ровная дорога, ты здесь можешь пойти, а там не ходи, потому что там ты споткнешься. И если он послушен мне, то он идет не по скользкой дороге, идет не по льду, мы с ним идем, и он может уверенно шагать, потому что он в данный момент послушным. Но когда он проявляет свои воли, начинает быть непослушным, начинает идти по льду, и вдруг падает. Падает, потому что проявил непослушание. Похожим образом происходит в отношении силы мужчины. Когда мужчина под авторитетом Бога, когда он находится в режиме послушания Богу, то это делает его сильным. И плюс еще ко всему, Бог дает благословение. Но как часто сегодня мы можем увидеть, когда мужчины думают о том, что как сейчас я продемонстрирую свою силу, а я сейчас буду гнать на все скорости и нарушать все правила дорожного движения. И он несется, демонстрируя, как он умеет классно ездить, какой он крутой и сильный мужчина. Но он не подчиняется установленным законам. И мы знаем много случаев, когда такое лихачество, такое вождение, оно приводило к печальным последствиям. Или мужчина попадает в плен алкоголя или наркотической зависимости, хотя всегда вначале у любого мужчины есть такая простая мысль. Ну, ладно, он не смог устоять. Или он не смог отказаться. А я-то смогу. Я же мужчина, я сильный. Я знаю меру, я знаю норму. У меня все получится. Я смогу этому противостоять. Знаете, я помню, со школы было такое странное хвастовство, бахвальство, когда кто-то приходил в школу и начал рассказывать. Представляете, в школе рассказ подростка, можно сказать, вот мы здесь на выходных, втроем ящик. Вау! Вот это герой! Вот это мужик! Друзья, вы знаете, я думал, что это в школе закончится. Но я часто на работе это встречаю, когда люди хвалятся тем, сколько они выпили. и, можно сказать, соревнуются, кто круче. Это звучит довольно странно, но это происходит. Наверное, и вы таких тоже встречали, людей, которые рассказывают про свои такие подвиги или антиподвиги. У меня есть, некоторые уже были, есть много дядей со стороны мамы и папы, которые прекрасные мужчины, которые классные специалисты. Например, один из них живет в Брянске, и когда мы с ним проезжали, то он показывал те дома, которые он строил. Это просто шедевры. Прекрасный плотник. И, вспоминая про каждого из них, есть много чего. Мне хотелось бы у них поучиться или подражать им как мужчинам. Но большинство из них в итоге стали алкоголиками. И не смогли победить вот эту зависимость. Один победил. Слава Богу, он уверовал. Но многие из них до сих пор не победили. А один из них даже уже похоронил своего сына, который также умел от алкоголя. В чем сила мужчины? Подумайте, мужчины, в чем ваша сила? В чем вы ее ищете или что вы показываете сегодня как свою силу? Сила в том, что у вас есть классная машина? Сила в том, что вы умеете зарабатывать деньги? Или в том, что вы можете от груди толкнуть больше ста килограмм? В этом ли сила? И эту ли силу ожидает от нас Бог? И эта ли сила может помочь нам в том, чтобы воспитывать наших детей? В том, чтобы быть хорошими мужьями, хорошими отцами? Читая здесь про Гедеона, видя, кем он был, кем он являлся, мы видим и находим, что он был похож на многих из нас. У него были сомнения, у него не было какой-то сверхсилы, которую он сам себе мог бы сгенерировать. У него были страхи, опасения. И поэтому Гедеон просит у Бога, чтобы он подтвердил ему и сказал, а точно ли Бог ты со мной говоришь? И он просит, обращается к Богу и говорит, подожди, посиди здесь, под дубом, просит ангела Господня там посидеть, готовит еду, приносит ему, и ангел Господень говорит, положи это на камень, всю еду, похлебку, которая у тебя есть, выли сверху, все намокло, и он протягивает жезл, и все это сгорает. И здесь Гедеон видит то, что действительно с ним говорит Господь, действительно Бог обращается к нему, призывает его на то, чтобы служить Богу. 22 стих. После этого, то, что увидел Гедеон, к нему не пришла радость, хотя, казалось бы, все, должна прийти радость, должна прийти сила, Бог со мной, я могу действовать. Посмотрите, 22 стих. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, увы мне, владыка Господи, потому что я увидел ангела Господня лицом к лицу. Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь. И устроил там Гедеон жертвенник Господа, назвал его Иегова Шалом, и еще до сего дня в Офре Везервой. Гедеон в прахе и пепле. Он начинает вопить, со слезами плакать, что он увидел Бога лицом к лицу, и говорит, горе мне, я погиб. Что есть у него в сердце? В его сердце точно есть страх, есть сомнения. Друзья, и это нормально. Это нормально для мужчины, когда у нас есть страхи, сомнения, когда у нас есть вопросы к Богу. Здесь Бог сам его утешает и говорит, не погибнешь. Мир тебе, не бойся, не умрешь. И на этом сердце Гедеона успокаивается, потому что Божий мир касается сердца Гедеона. Божий Шалом касается его. И здесь Гедеон произносит имя Бога. Иегова Шалом, что означает Бог мира. Гедеон узнал Бога как того, кто не пришел наказать и уничтожить, но пришел для того, чтобы даровать мир. Пришел для того, чтобы показать свою любовь. Помните, когда Иисус Христос обращается к своим ученикам и в Евангелии от Иоанна 14 глава 27 стих он говорит им, когда он им рассказывает о том, что ему нужно будет уйти, он пошлет утешителя и он понимает, что их сердце в смятении, они не знают, а что дальше делать, что с нами будет и вообще теперь страшно как-то дальше жить. И он им говорит, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Именно вот этот Божий мир это то самоутешение, которое Бог дает нам от всех стрессов, от всех депрессий, только Бог способен избавить наше сердце от этого. Этот Божий мир, он дает осознание, что мы приняты Богом. Нам сегодня не нужно доказывать, что Боже, мы хотим Тебе угодить, что мы для Тебя еще можем сделать. Нам не нужно ничего делать. Бог говорит о том, что мой мир даю вам. И он желает, чтобы наконец-то в нашем сердце мы обрели мир и следовали за ним, были готовы к тому, чтобы слышать, что он нам скажет. Не вначале слушать Господи, а что-то нам скажет, чтобы сделать, чтобы тебе угодить. Нет. Он говорит, я даю вам мой мир, я даю вам мою благодать, мое прощение, мою любовь. Придите ко мне все трудождающиеся и обремененные, и я успокою вас, говорит Христос. Только придя к Иисусу Христу, только получив этот мир от Него, мы можем дальше спокойно двигаться, дальше спокойно жить и поклоняться Христу, молиться Ему, и просить Его, чтобы Он вел нас, чтобы Он показывал нам, что Он желает от нас. И так, наконец-то, в сердце Гедеона наступает мир. И Бог дает ему первое задание. Первое задание не такое страшное и сложное, хотя для Гедеона оно тоже довольно было непростым. Бог говорит ему, у твоего отца, у него в семействе, есть жертвенник Ваалу, и при этом жертвенники еще растет дерево. И тебе нужно уничтожить этот жертвенник и уничтожить это дерево. Тут, наверное, гринписовцы или партия зеленых могли бы вообще возмутиться. Ну ладно, а дерево-то здесь при чем? Почему? Ну ладно, понятно, там вала нужно уничтожить этого башка, но дерево при чем? И ответ кроется в суеверии, суеверии того времени тех народов, которые, поклоняясь богам, в том числе порой высаживали определенные деревья, которые тоже несли определенное значение для поклонения. Ваал – это бог плодородия. Кстати, это еще раз показывает и подчеркивает, что семейство Гедеона занималось земледелием, поэтому у них и божок был соответствующий, который должен был благословить их земледелие, благословить их плодородием. А дерево при ваале показывало женскую функцию плодородия. Если ваал – это была такая мужская функция культа плодородия, то дерево означало такую женскую функцию для того, чтобы плодородие было во всем. и бог обращаясь к Гедеону, говоря ему о том, что иди разрушь эти жертвенники, бог говорит ему, что я тебя защищу, я дам тебе защиту. И действительно бог защитил его. Когда он разрушил это, он сделал это ночью, потому что днем он все же побоялся это делать, сделал это ночью, и когда пришли жители, здесь мы встречаем этих фанатичных людей, которые подумали, что теперь плодородия не будет, потому что нашего жертвенника нет, поэтому нужно убить того, кто убрал этот жертвенник. И вот они приходят и говорят отцу Гедеона, дай нам твоего сына, мы его убьем. И 31 стих Иас, это отец Гедеона, говорит, вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его, если он бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник. Здесь бог дает мудрости отцу Гедеона, который обращается к этим людям и говорит, зачем вам защищать Ваала, если он бог, и знаете, он, в принципе, смехается над ними, говорит, ну, конечно, он не бог, он вряд ли себя защитит, потому что это идол простой, но пусть он защитит и накажет Гедеона. И здесь мы видим с вами такую тонкую параллель, тонкое противостояние. С одной стороны, бог, Яхва, который говорит Гедеону, Я Бог мира, Я Бог, который дарует шалом, Я защищу тебя. И с другой стороны, есть этот Ваал, который должен сам себя защитить, должен как-то проявить какие-то действия. И тут становится ясно и понятным, что этот Ваал, это пустышка, он ничего не может сделать. И тут появляется Бог, который защищает Гедеона. Ему никто не причинил зла, потому, что Бог защитил его. После этого у Гедеона снова возникает страх. Дорогие мужчины, я не знаю, как у вас, но у меня часто возникает какой-то страх. Я вижу, здесь Гедеон, у него тоже бывают страхи, бывают сомнения. И здесь он снова обращается к Богу и говорит, Господь, сейчас была такая стрессовая ситуация, меня чуть не убили, давай ты мне еще знамений дашь немножко, чтобы мне как-то успокоиться и дальше действовать, потому, что в таком стрессе работать как-то не получается. Он обращается к Богу и говорит ему, Господь, пусть пусть будет так вот, роса, утром я просыпаюсь, здесь вот шерсть я расстелил, пускай здесь будет роса на шерсти, а все остальное будет сухо. Господь говорит, хорошо, на утро просыпается Гедеон, так случилось. Гедеон не успокаивается, говорит, так, Господь, это уже хорошо, я почти спокоен, давай еще разок, а теперь пускай вот шерсть будет сухая, а вокруг все будет мокрое, тогда вот я пойму, что точно все хорошо и я буду спокоен. Господь по своей милости и это дарует ему и Гедеон понимает, что все, можно идти в сражение, потому что Господь с нами и мы можем действовать, мы воистину призваны Богом для того, чтобы идти в это сражение и он исполнит свои обещания. И далее начинается седьмая глава, где Бог начинает дальше, точнее, продолжает работать с сердцем Гедеона и начинает осуществлять свой план по тому, как он будет действовать, как он будет спасать свой народ. И здесь мы видим удивительное, как Бог делает выбор, отбор воинов, и я, читая это, понимаю, то, что я бы, наверное, как-то по-другому отбирал воинов, я бы, наверное, как-то выбрал самых таких высоких, самых сильных, самых таких внушительных, кто пойдет для того, чтобы побеждать. Или, не знаю, можно было бы, наверное, устроить турнир на меткость, кто там самый меткий стрелок, и тех отобрать в армию. Можно было, наверное, какой-нибудь турнир по рукопашному бою или вехтованию сделать, чтобы набрать самых сильных действительно мужчин, которые пошли бы защищать Израиль. Более того, там Бог после того, как набралось 32 тысячи человек, Он говорит, скажи людям, которые набрались 32 тысячи человек, скажи, у кого есть страх, кто чего-то боится вдруг, идите домой. Знаете, даже если кто-то боится, для массовки я бы всех оставил, потому что идти на войну надо, хотя бы хоть как-то устрашающе так выглядит 32 тысячи. И вы знаете, нашлись такие люди, которые ушли, оказалось их 22 тысячи, осталось всего 10. Далее Бог дает еще какое-то испытание, которое кажется не самым лучшим испытанием для воинов, не так вроде бы определяется сила воинов. Он говорит, пускай они идут к воде все и начнут пить воду из реки. И те, которые будут наклоняться и просто так пить воду, тем скажи, идти домой, а те, которые будут воду набирать в руку и лакать, тех с тобой пускай останутся. Я не знаю, в чем здесь секрет или показатель того, кто из этих воинов лучше сделал или правильнее сделал. Возможно, можно предположить, что те, которые пили из руки, они наблюдали, а вдруг где-то что-то атакующее. Но это догадки, друзья, и скорее всего нет. В другом здесь суть, потому что сам Бог говорит, слушай, у тебя 10 тысяч, слишком много. Вы можете сказать, что это мы победили, а это не Бог победил и даровал победу. Давай вот это испытание сделаем. В общем, в итоге остается 300 человек с Гедеоном, 300 человек, с которыми нужно идти на войну. Кажется, что это странно. Минимум странно, почему 300 человек осталось со мной и как теперь вообще идти воевать, даже после всех чудес, которые я увидел. Но дальше, друзья, происходит то, что я бы назвал, наверное, двойная Божья милость или забота, любовь, ну, или благодать на благодать. То, что дарует сам Бог в подтверждение Гедеону. Гедеон его не просит, он уже, наверное, просто стесняется просить у Бога о каких-то знамениях, хотя думается мне, что сердце его было все равно тревожным, потому что, знаете, вот сколько знамений не посмотри, вот все равно как-то тревожно. Дело тут жизни касается, нужно идти воевать, а там войска. И Бог говорит ему, Гедеон, иди сходи вместе с твоим другом, вместе с твоим воином, фурой, спустись в стан к мадянитянам и послушай, что они там говорят. Ну, они пошли послушать. Наверное, там ожидалось, что, что можно было ожидать, когда такое войско пришло и ждет сейчас победы над Израилем. огромное войско, больше ста тысяч человек. Наверное, там должны были люди, которые сейчас рассказывают какие-то, сколько он вчера одной правой, одной левой убил человек, и как он сейчас будет расправляться с израильтянами. Но вместо этого Бог дарует удивительную свою благодать нам, сомневающимся людям, таким, как Гедеон, дает свою благодать, дает свое подтверждение о том, что он с нами, и он благословляет нас. И что слышит Гедеон? Он слышит, как два воина разговаривают, и один говорит, ты знаешь, я сон тут видел на днях. Сон такой, то, что круглый ячменный хлеб катился по стану младенитян, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. И другой человек, который слышит этот сон, отвечает ему, это не иное, как меч Гедеона, сына Иасова, израильтянина. Предал Бог в руки его меденитян и весь стан. Один увидел сон, другого трактовал по-своему. Но это было четким пониманием для Гедеона, четким пониманием ответа, потому что Гедеон в тот момент был уже очень внимателен. Он наблюдал, что Бог хочет ему сказать. Его сердце было очень настроено на эту Божью волну, для того, чтобы понимать, что Бог от него желает, где Бог его желает подкрепить. Друзья, вы знаете, когда мы молимся, вот если мы постоянно пребываем в молитве, если мы постоянно находимся в этой волне с Богом, то мы часто будем обращать внимание на эти Божьи сигналы, когда Бог обращается к нам, а Он постоянно обращается к нам, Он постоянно направляет нас, Он постоянно говорит нам, что делать, как лучше поступить. нам просто нужно быть чуткими для того, чтобы услышать этот Божий голос. Здесь Гедеон слышит этот Божий призыв, Божий голос, то, чтобы надо действовать. И все. Далее Гедеон возвращается, ободряет все войско, они берут все свое оружие и идут в бой. Из 16 стиха происходит бой, который сложно назвать в классическом понимании боем, потому что никто из 300 человек даже меч толком-то не достал из ножен, никто никого не бил, а Бог производит свое чудо. Бог производит чудо в том, что воины Гедеона выструбили, они разбили кувшины, которые были у них в руках, они с факелами начали кричать дружно, меч Господа Гедеона, и люди, которые находились там, это войско, оно начало суетиться, бегать, и в темноте начали друг друга убивать, потому что думали, что это враги. Бог совершает такое чудо, что в итоге все это войско обращается в бегство. Казалось бы, всего лишь два человека поговорили, один увидел сон, другой толкование свое привнес, а тут полный страх. над всеми. И в итоге они бросаются в бегство и убегают. Друзья, несколько практических выводов и применений, которые мы можем видеть в этой истории, которые обращены здесь и к нам с вами. первое, что мы можем здесь увидеть, то, что людей, которых избирает Бог в качестве руководителей, они не всегда или не обязательно соответствуют всем тем критериям, которые та или иная культура говорит о том, каким должен быть руководитель, чем он должен обладать, какие у него должны быть качества. Мы видим, что Гедеон не был таким отважным и агрессивным человеком. Он был робким, боязливым и постоянно нуждался в стопроцентной уверенности для того, чтобы действовать. Вот только когда все подтверждения есть, тогда он начинал действовать. Гедеон не один такой. Знаете, Библия в чем настоящая, она настоящая, правдивая в том, что она показывает божьих людей, не каких-то супергероев. У меня один друг, я когда ему посоветовал тоже читать Библию, он начал читать, я ему советовал начать с Нового Завета, но он решил с Светлых начать. И он прочитал чуть-чуть, отложил и говорит, нет, я больше не могу читать. Это вроде святая книга, а там какие-то одни грешники. Он дошел до Лота и сказал, нет, это просто невыносимо читать, в Библии такого не может быть написано, какой-то ужас. Гидеон не один такой, который боялся. Был такой великий человек, как Моисей, который тоже боялся и говорил о том, что я недостоин, я самый слабый, я самый маленький, вот кого-нибудь другого избери, а я вообще даже мне речь не очень поставлена. И Бог тоже ему давал знамение. Помните, когда он бросал жезл, он превращался в змею, когда он к нам боялся, что как народ за оно не пойдет, он не захочет меня послушать, как я ему докажу, что ты меня призвал и поставил то, чтобы вести людей. Бог сказал, что я руку твою сделаю вначале, потому что она будет в проказе, потом исцелю от проказа. Бог терпеливо трудился и трудится с людьми, которые сомневаются, которые косячат. чудеса, Это мы с вами так же. Те, которые, к сожалению, не во всем преданы Христу. Те, которые часто ошибаются и что-то делают неправильно, но Бог терпеливо трудится с нами. Второй момент, который здесь мы еще можем увидеть, то, что чудеса, они в полной мере не могут удовлетворить человека или какие-то знамения, которые человек видит, потому что, ну, даже вспомнить народ израильский, которые видели много чудес, много знамений, и в итоге все равно уходили-уходили постоянно от Бога. Да, это дает какое-то подтверждение в какой-то определенный момент времени, какое-то переживание, но, к сожалению, оно растаивает, оно уходит, проходит, и нужна настоящая вера. Вера в Бога и вера, которая основана на его обетованиях, которые он говорит, которые он дает. Если Бог говорит, что он с нами, он с теми призванными людьми, которых он сам избрал, призвал, то такие люди могут сказать «С нами Бог». Не те люди, которые говорят «Мы русские, с нами Бог», или еще как-то, но «Мы призванные, поэтому с нами Бог». Еще один момент и вопрос, который здесь задавал Гедеон, который часто задают люди, если Бог любящий, если Бог с нами, то почему так много зла, почему так происходит много несчастий, много происходит каких-то бед. Можем ли мы сказать, что Бог с нами? Можем ли мы сказать, что когда у нас время процветания, успеха, побед, тогда значит это Божье присутствие? А времена, когда утраты, отчаяние, поражение, творческий кризис, все, Бога нет с нами рядом. Друзья, для меня очень большим примером, который я всегда вспоминаю, когда меня посещает такое вот ощущение, когда кажется, что ну где Бог, Он что, забыл бы мне? Для меня большим примером и ободрением является наш с вами брат Ник Вуйчич. Это человек, у которого нет ни рук, ни ног. Наверное, вы видели его, слышали. Мне кажется, у нас в России все его видели. Правда, нас в России его позиционируют как мотиватора, который мотивирует людей. И, к сожалению, когда он говорит о Христе, у нас на Первом канале не переводят о том, что он говорит о Христе, а говорят о том, что он сейчас что-то там мотивирует. Слушай себя, добивайся сам. Друзья, но в одной из своих проповедей Ник Вуйчич рассказывает о том, что он молился Богу об исцелении. И он говорил, Господь, Ты же хочешь, чтобы Ты был прославлен и воззвеличен? И я тоже хочу. А давай сделаем так. Ты меня исцеляешь, я по всему миру еду, рассказываю об этом исцелении, и все вокруг каются. Как будет здорово. Он прям так там и рассказывает. Но потом он понимает для себя, что Бог приготовил для него другую миссию. И Бог сказал ему, да, ты поедешь по миру и будешь рассказывать обо мне. Но при этом я тебя не исцелю. Ты поедешь, и весь мир увидит то, как ты прославляешь Бога, не имея ни рук, ни ног. И это будет гораздо больше сильнейшим свидетельством о том, какой я Бог. Друзья, я сегодня Ник Вуйчич. Это огромное ободрение для людей вокруг. Друзья, когда мы с вами проходим испытания, когда мы с вами проходим страдания, Бог нас чему-то учит, и мы можем стать ободрением для других людей, проходя страдания, проходя боли. На примере Гедеона мы видим то, что Бог достаточно много терпеливо ободряет, дает знамений, подтверждений. Когда Бог призывает нас, когда Он призывает нас быть Его людьми, быть Его народом, Он не требует о том, чтобы мы безупречно Он хочет, чтобы мы исполняли волю Его безупречно. Но когда мы не исполняем, Бог не отворачивается от нас. Он желает, чтобы мы раскаялись и встали снова на путь. В Писании сказано то, что праведник упадет и вновь встанет. Бог готов нас поднять, поддержать и вести дальше. невзирая на наши страхи и сомнения. Потому что Бог, Он любящий Господь. Он Господь, Который очень хорошо понимает нас. Он Господь, Который на кресте пережил это состояние оставленности Богом. Поэтому, если ты находишься в состоянии, что кажется тебе, что Бог тебя оставил, Иисус Христос тот, кто может тебе по-настоящему помочь, кто может тебя понять. Потому что Он на кресте испытал для того, чтобы ты не испытывал этого больше. Чтобы ты не испытывал больше одиночества, оставленности Богом, но испытывал всегда и во всем это принятие, которое дарует тебе Христос. Сегодня Христос называет нас своими детьми, своими призванными, и Он Сам говорит нам с вами. Дорогой мой друг, ты призван мною, я с тобой, Бог с нами. Как Он был с Гедеоном, так Он и с каждым из нас. Давайте помолимся. Господь наш Бог, благодарность Тебя за Твое Слово, которое есть у нас, которого не было у Гедеона. Господь, Ему так много нужно было знамений для того, чтобы узнать Твою волю. Господь, благодарность Тебя за то, что сегодня мы знаем Твою волю. Она ясно для нас записана в Твоем Слове, Господь, как нам поступать и что делать. Господь, это тот инструмент, который Ты подарил нам. Твое Слово и молитва. И вот это собрание, собрание Твоих детей, собрание людей, которые являются грешниками, но прощенными грешниками, прощенными Тобою, Господь. Мы все когда-то были таковыми, но Ты избавил нас, Ты призвал нас, Ты осветил, даровал нам свою праведность, даровал нам Твой мир, Твой шалом в сердце. И ведешь нас по этому пути, заботясь о нас, направляя нас. Господь, я молю Тебя о том, чтобы мы были готовы к тому, чтобы слышать Твой призыв, слышать Твой голос, быть послушными Твоему Слову, прислушиваться, Господь, что Ты говоришь нам. А Ты, Господь, все сказал. Все сказал в Своем Слове, что нам нужно делать в разных ситуациях, как нам нужно быть послушными Тебе, как поклоняться Тебе. Благодарность тебе за это наш Господь. Боже, благослови нас, как Ты благословил Гедеона, не бояться, не страшиться, но следовать за Тобой, Христос, во всякое время, во всяком деле, неважно, большое ли это задание, или кажущееся огромным и неподъемным, во всякое время, Господь, Ты с нами, и мы благодарим Тебя за это, наш Господь. Спасибо Тебе за это, Христос, за то, что Ты когда-то на кресте испытал по-настоящему оставленность Богом Отцом, для того, чтобы мы никогда больше этого не испытали. Тебе слава, Тебе хвала, наш Господь Иисус. Аминь. Иисус. Иисус. Иисус.